МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По-другому в Бийском депо продолжают сокращать потери и поднимать с колен муниципальное предприятие. Восславим женщину чудо рук женских! В Бийске наградили победителей ежегодной выставки. Репертуар перекроили. До последнего аккорда 5-го вокального телефестиваля «Поющий город» остается чуть больше недели. Итак, мы начинаем. В Бийске пересмотрят расписание движения трамваев. Такое предположение на заседании общественной палаты озвучил директор трамвайного управления. В первую очередь, как заявил руководитель депо, это связано с тем, что по вечерам электротранспорт ходит полупустым. На данный момент специалистами предприятия проводится масштабная работа по определению пассажира потока. В результате этой работы планируется сформировать совершенно новое расписание движения трамваев, которое в основе своей должно быть оптимально сбалансированным, прежде всего экономически. При полном внедрении всех запланированных программ и мероприятий МУП города Бийска трамвайное управление имеет все предпосылки для выхода на уровень безубыточности во второй половине 2019 года. Еще недавно в городской администрации предполагали, что спасать Бийское трамвайное управление будут за счет средств Наукограда. Однако скептики считают, что никакого спасения не будет, просто закрытие предприятия растянут на несколько лет. Предварительно превратив трамвай из социально важного вида транспорта в социально неважный. То есть резко сократят количество рейсов, часы работы трамваев и уволят ненужных работников. Отметим, что за 11 месяцев этого года в Бийском депо сократили порядка 100 человек. Много вопросов на заседании общественной палаты прозвучало от представителей профсоюза трамвайного управления. Так, в частности, прозвучала идея вернуться к разнице в стоимости поездки в трамвае и автобусе. Однако ответ специалистов был неутешительным. Если снизить стоимость проезда в трамвае, тогда предприятие будет не на что жить. А если поднять стоимость проезда в автобусе, то получится социальный взрыв. Живели до города Рюхомск, в случае Вангуро, останется трамвайное управление? Делается все для этого. Все возможное, да? Все возможное, конечно. Свет в конце туннеля он видел. Главное не остановиться, главное все, что мы наметили, все осуществить. Кроме того, на заседании Общественной палаты Бийска глава города Лидия Громогласова, которая самая первая выступала на трибуне, выразила надежду, что до конца этого года в Наукограде все же выберут главу администрации. А поскольку, я думаю, в этом году свершится то, что мы вообще уже ждем некоторое количество времени, в этом году мы надеемся, что произойдет выбор главы администрации, он же будет главой города, то я думаю, что на этом срок моих полномочий закончится, слава богу, в этом году. И я хочу вам выразить огромные слова благодарности за все те годы, которые мы с вами совместно работали. Центр принудительных работ сегодня открыли в Бийске. Это первое учреждение такого типа, которое появилось в Алтайском крае. Сам вид наказания, как принудительные работы, относительно новый. В России он начал действовать только в этом году. И теперь осужденные за преступления небольшой и средней тяжести, а также за тяжкие преступления, совершенные впервые, коротать свой срок будут в Бийске. Они при себе будут здесь иметь сотовые телефоны, деньги для реализации. Они могут иметь право, согласно распорядка, выход в магазины. Они, пожалуйста, находиться на прилегающей территории. В отведенное время к ним родственники могут пребывать на свидание, хоть каждый день. Вот есть личное время. Но если он только отказывается выполнять работы, он автоматически заменяем ему этот вид. Подаем документы в суд на замену данного вида наказания. Ну, предположить, наверное, это будет колония-поселение, либо общий режим. Главное условие пребывания в центре заключается в том, что осужденные здесь будут трудиться. Уже есть договоренность с тремя бийскими предприятиями, которые готовы предоставить рабочие места. Но от зарплаты на руках останется минимум четверть дохода. Остальные деньги пойдут на оплату коммунальных услуг, а также часть средств будут взымать по решению суда. Добавим, что в прошлом это было административное здание детской колонии. На реконструкцию потратили порядка 8 миллионов рублей. Причем покупали только строительные материалы. Капитальный ремонт был выполнен людьми, которые отбывают наказание в колонии-поселении. Бийский центр рассчитан на 100 человек, как мужчин, так и женщин. Они начнут поступать сюда, как только суды вынесут наказание в виде принудительных работ. Отметим, что на открытии центра присутствовал и главный прокурор Алтайского края Яков Хорошев, который по достоинству оценил созданный в Бийске центр. Мы побывали в общежитии гостиничного типа. Красиво, удобно и быстро. Первая. Открытая детская регистратура начала свою работу в Бийске. Маленьких пациентов в детской поликлинике номер 2 теперь будут обслуживать по-новому. Как это повлияет на очереди и время нахождения пациента в больнице, знает Евгения Ижутова. Ей слово. Дарья, мама двухлетней Вероники, пришла в больницу за рецептом на льготное лекарство. Процедура не отняла лишнего времени. Ребенок не успел заскучать. А Дарье даже пришлось немного подождать, пока дочка вдоволь налюбуется рисунками на стенах, посмотрит мультики и изучит елку. Гораздо удобнее, чем было большое количество окон и вечная очередь. Даже сейчас, находясь здесь, видим, что здесь все очень приятно, очень комфортно, мне кажется. Да? Тебе нравится? Меньше часа на поход с ребенком к врачу. Такое стало возможно с появлением в детской поликлинике регистратуры нового типа. Вместо серого коридора – ярко-зеленые стены. Традиционное окошко и стекло больше не мешают общаться с персоналом. Открытая регистратура – это не только единый дизайн оформления входных зон во всех больницах региона, но и новые возможности для пациентов. Переход на новый уровень для того, чтобы люди, не выходя из дома, могли записаться через интернет либо через специальное приложение, которое можно установить на смартфон. Можно прийти сюда в поликлинику, записаться через информат, либо возле стойки у администратора или регистратора, они вас запишут через компьютер. Толпиться часами в живой очереди не придется даже перед приемом участкового педиатра. Доктор будет ждать пациента в конкретное время, указанное на талоне. Еще одно важное преимущество новой системы – родителям не нужно ждать, когда медрегистратор найдет карту. Документ сразу попадет в кабинет к врачу. Они записали там, на стойке. Мы уже здесь видим, кого они записали. Мы карту нашли и уже уносим ее на прием. Прямо моментально. Вторая детская поликлиника обслуживает больше 18 тысяч человек. Пациенты живут в районах от АБ до вокзала. Ежедневно за помощью или консультацией сюда обращаются около 800 маленьких вичан. На обновление второй детской поликлиники из краевого бюджета выделено около полутора миллионов рублей. В скором времени такая же открытая современная регистратура появится и в первой детской поликлинике ВИСКО. Евгения Ижутова, Иван Зяблицкий, Будни. Открытая регистратура в детской поликлинике работает уже несколько дней. За это время родители маленьких пациентов успели составить свое мнение. Что изменилось в работе больницы – такой вопрос мы задали бейчанам. «Намного быстрее стали реагировать на наши просьбы. Очередей меньше стало. Намного удобнее стало больницы». «Наверное, сокращение очередей. Меньше времени проводить в поликлинике. Самое главное – это». «Очереди нету. Все открыто, без проблем. Мы прошли очень быстро». «Во-первых, красиво все. И очереди меньше, кажется». «Ну, ремонт сделали, конечно, все красиво. Были облезлые стены, теперь красота». В эфире информационная программа «Будни». Смотрите далее в выпуске. «Восславим женщину. Чудо рук женских» в Бийске наградили победителей ежегодной выставки. Репертуар перекроили. До последнего аккорда пятого вокального телефестиваля «Поющий город» остается чуть больше недели. Сладкие подарки к новогодним праздникам от ведущих российских производителей. Идеальное качество, доступная цена. С наступающим Новым годом! Автовая компания «Квит», Яминская, 8. Заказ подарков по телефону 325544. Вы в поисках места для семинара, тренинга, совещания или мастер-класса? «Бийская медиагруппа» предлагает вам новую площадку для проведения деловых мероприятий. Вместимость до 40 человек. Профессиональное оборудование. Зона для кофебрейка. Звоните прямо сейчас. 31 31 15. Отличный подарок к Новому году. Бийский рабочий. Подпиши родителей. Поющий город 2017 по числу поставленных на отборочном туре десятых попил рекорды предыдущих лет. Финалисты обладают уникальными вокальными данными и сейчас активно готовятся к предстоящему гала-концерту. О том, как проходит подготовка к главному событию пятого вокального телефестиваля в нашем следующем сюжете. Тут вообще тембра нет. Я и говорю, тут нет. Переставить надо, да. До последнего аккорда пятого вокального телефестиваля «Поющий город» гала-концерта остается чуть больше недели. Но вокалисты, прошедшие отборочный тур на репетиции, взволнованными не выглядят. Чувствуется, что первый этап вокальной подготовки уже пройден. Долго определялись, какая все-таки композиция будет. Почему именно она такая серьезная? Я не знаю, как-то захотелось мне... Говорили-говорили о веселых, а тут вдруг... Ну, как-то вот так. Сложно учиться петь? Ну, конечно, конечно, да. За три недели, что прошли с отборочного тура, репертуар финалистов изменился. Только Сергей Струков на гала-концерте останется фантазером. Остальные исполнители «Поющего города» предстанут пред своими болельщиками и поклонниками в новых образах. Например, Алена Чечель превратится в хрупкую француженку. Хорошо, талант несомненный. Тренируемся. Все будет красиво. Песня, сами понимаете, такая жизненная. Продолжаются репетиции и в команде Ларисы Гуляевой. Каждую ноту, каждый эмоциональный уровень проживает сама. За оставшиеся дни ее подопечным останется отшлифовать актерское мастерство и сцен движения. Уровень вообще вот этого пятого проекта, он весьма и весьма высок. Такого вот мы как бы на своей памяти не помним. И вот воспитанники, ну, конечно, просто все одаренные. Одаренность просто вот через край. Напомним, что финальный гала-концерт в телефестивале «Поющий город-2017» состоится 24 декабря в городском дворце культуры. Марина Волкова, Андрей Сегаев, Будни. Восславим женщину чудо рук женских в Бийске. Наградили победителей ежегодной выставки, которая в нашем городе уже состоялась в шестой раз. На суд жюри было представлено больше 500 работ. Каждая оригинально и неповторимо. Женщины у нас особые. Когда Бог озаряет дарование, это уже большое благо. Но когда этот дар художественного видения мира достается женщине, вот тогда все творения рук женских приближаются к идеалу красоты. В этом году 212 участниц представили свои работы на суд жюри. Добавим, что число мастериц с каждым годом становится больше, расширяется и география. В этом году свои работы привезли из Барнаула, Белокурихи, Горноалтайска, а также других городов и районов. Возраст рукодельниц от 9 до 87 лет. Изобразительное декоративно-прикладное искусство, рукоделие, разбег для творчества широкий. Здесь и бисер, и керамика, и шерсть. Мастерицы использовали самый разнообразный материал и техники. Кто-то отрудился неделями, а кто-то месяцами. Женщинам удалось удивить и показать всем, насколько творческие люди живут в Сибири. Около 45 рукодельниц были отмечены дипломами и памятными призами. Кроме того, организаторы конкурса в этом году учредили дополнительную номинацию «Женский взгляд на родной край». Она была посвящена 80-летию Алтайского края. Большое спасибо членам жюри и всем, кто посетил выставку, за то, что оценили мою работу. То, что работа вошла в число победителей данной номинации. И о погоде. Спонсор прогноза погоды – мебель Черноземья. Мебель Черноземья поздравляет бейчан и жители прилегающих районов с наступающими праздниками. Весь декабрь дарим покупателям подарки. Итак, завтра, 15 декабря, в Бейске будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, восточный, атмосферное давление и влажность воздуха высокие, магнитосфера спокойная. И о температуре. Ночью – минус 22, минус 24, днем – минус 21, минус 23. И это все новости на сегодня. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам приятного завершения этого вечера. Будьте здоровы. Ну и, конечно же, друзья, несмотря ни на что, улыбайтесь чаще. Счастливо. Увидимся. Счастливо. Счастливо. Счастливо.